Хочу посуду помыть, жду, когда вода хотя бы потеплеет, она постоянно ледяная. Не могу ничего не приготовить, ничего не убраться, ребенка искупать, ничего не можем сделать. В общем, у нас не дом, а стихийное ветствие. Та же проблема с батареями. Единственный источник тепла в квартире – обогреватель. Но самое обидное, говорит Светлана, доказать, что с коммуналкой в доме творится неладное, практически невозможно. Постоянные сбои. То есть вода, то нет воды. Особенно, если приезжают какие-нибудь управляющие, вернее, компании, которые смотрят, что у нас тут и как, сразу у нас в этот день и вода, и свет, и все хорошо. А как только уезжают, все у нас опять ледниковый период. Кто виноват и что делать? Местные жители адресуют вечные вопросы мэрии. Накопилась целая вереница проблем. Но самое сильное желание сейчас – просто согреться. Постоянно нет горячей воды, из горячего крана, из чего холодная вода. Это частенько. Это не постоянно, не каждый день. Это часто бывает. А сегодня у вас холодный батарей? Сегодня батареи теплые, как обычно. Они не становятся горячими. У вас не централизованное и горячее водоснабжение, отопление, у вас своя котельная. И все рычаги управления, они находятся исключительно в управляющей компании. Вот от уровня квалификации их специалистов, как-то зависит ваше счастье. По информации, которую нам вчера на вечер они дали, о том, что они уже сделали все необходимые регулировочные работы. Есть и немало вопросов по благоустройству. Их тоже должна решать управляйка. У жилинспекции компания, что называется, на карандаше. По вопросу этих домов, по качеству содержания к ним большие вопросы есть. По тем материалам, что мы видим и что мы ведем, в ближайшее время мы будем рассматривать вопрос об исключении ряда домов из управления, а как следствие и лишение лицензии на управление. Жители домов по проспекту Дружбы-19 уже давно хотят организовать собственное ТСЖ. Инициативу, по их словам, поддержали больше 60% собственников. И этот вопрос сейчас тоже находится на рассмотрении в госжилинспекции. Мария Колосова, Геннадий Воробьев. События дня.